Так и так, господа, всем добрейшего времени суток. Вы находитесь на канале Deadline.room, с вами Георгий и мы продолжаем наш летсплей по игре Айон. Сегодня у нас очередной выпуск за нашего Стража. Выпуск будет такой обзорного характера. По большей части мы с вами опять-таки побеседуем о дальнейшем развитии нашего с вами канала. Ну и естественно сейчас я расскажу, что тут у нас с вами за кадром такого любопытного произошло. Так, друзья, поехали. Значит, во-первых, мы с вами докачали Стража до 58 уровня. В текущей экипировочке у нас под стандартным бафом 14 тысяч единиц здоровья. Сейчас, в принципе, даже, наверное, я специально для интереса покажу вам, какое максимальное здоровье вы можете получить при текущих моих скиллах. Так, давайте сначала заглянем в умелки и посмотрим, что у нас сейчас по стигмам. То есть я поставил дополнительные две стигмы улучшенные. Это угроза, провокационный скилл. Вот этот вот сюда я его поместил. И прочный щит. Я ее затолкал вот сюда вот. Ну вот, она позволяет, соответственно, отразить 10 атак противника в течение 30 секунд с помощью щита. То есть она, безусловно, активирует вашу, вот этот вот, ваш этот набор скиллов. Значит, дополнительно у нас с вами на 57, по-моему, да, на 57 уровне появился скилл щит отваги. На 56 цепь ударов щитом. Значит, цепь ударов мне очень, честно говоря, нравится. Она активируется после скилла удар щитом. То есть вы активируете удар щитом и затем 3 раза можете повторить скилл цепь ударов щитом. Каждый из них по 566 минимум единиц урона наносит. Сам удар щитом 551. То есть суммарно вы нанесете что-то в районе, ну, 550 на 4. То есть что-то в районе 2500 единиц урона физического. То есть это очень хорошая штуковина. Значит, обычно перед ней я кастую вот этот вот скилл. То есть неподалеку от нее я кастую скилл щит отваги, который 10 секунд работает, 5 секунд откатывается. То есть он, в принципе, нон-стопный. Если, конечно, вы будете тратить на него время и у вас будет прокать защита, ну, блок с щитом будет у вас проходить как следует. Что он делает? Он повышает физатаку на 20%. Физ крит и точность, соответственно, стоит 200 единиц на 10 секунд. Быстрый откат мало стоит. Я его затолкал вот сюда. Значит, каким образом я работаю? То есть, допустим, у меня блок с щитом отработал. Я первым делом контратакую, то есть оглушаю цель. Затем у меня появляется там несколько секунд, ну, точнее, несколько мгновений для того, чтобы скастовать щит отваги. И пошла обычная серия щитовых ударов. Я, правда, не всегда успеваю вот эти три удара прокастовать после щита отваги, потому что он кастуется какое-то время. Анимация отбирает время. Но все-таки 20 скилла, как правило, успеваю скастовать. Вот, потом, естественно, входят вот эти два скилла. Ну, и, в общем, все достаточно хорошо, так удачно, успешно складывается. Скилл угроза, дополнительный агро-скилл. Я, честно говоря, в данжах с момента нашей с вами последней встречи не был еще. Потому что до пхаса... Ну, в принципе, в пхас уже можно идти, но я пока еще не собирался туда. Времени, честно говоря, не хватает. Вот. Значит, в принципе, по скиллам это все. То есть, опять же, с прокачкой по уровням вы сами все прекрасно видите, что ничего нового, интересного у нас с вами здесь не появляется. Помимо прочего, я поставил еще одну стигму улучшенную. Это охранный щит. Я ее терпеть не могу, она мне, честно говоря, совершенно не нравится. Второго уровня охранный щит можно поставить на 55-м или 6-м уровнях. Она тоже бесполезная. То есть, там отражает просто чуть больше. Там, по-моему, 80 единиц урона с чем-то. Врать не буду, но где-то около этого. Но она мне нужна для того, чтобы поставить разрушительный магический удар. Я уже могу ее поставить, но некуда. То есть, у меня сейчас пока что не хватает, банально, не хватает... Да, вот, кстати, ранг бездны текущий у меня. По очкам у меня 47 с половиной тысяч примерно. Вот. Мне не хватает просто ячеек. То есть, одна ячеечка у меня еще осталась. Мне нужно ее открыть по квесту, который мы с вами сегодня будем делать. Вот этот вот квест. Нудноватый квест. На 60 штук надо угрохать монстров. Ну, мы с вами будем просто общаться. А это уж, скажем, по ходу дела сделаем. Одна стигма у нас с вами откроется. Туда мы задолгаем вот эту стигму защиты богов. То есть, финальную стигму нашей защитной ветки танкующей. И вот стигму разрешительного магического удара с 57 уровня можно надеть 5 уровня эту штуковину. Она пойдет в последний слот. Она просто немножечко поднимет общий ДПС на монстрах, на обычном каче. Вот. Вот так вот, господа. Так, теперь давайте немножечко обсудим... Да, ну давайте я вам как обещал, сделаю сейчас максимально. Вот у нас с вами есть баф. И давайте посмотрим, сколько максимум мы с вами можем выжать здоровья. Напоминаю, значит, доспехи покровительства прокачаны сейчас у меня до 5 уровня. 1400 днид заполнительных. Кроме этого, вы можете скастовать на себя еще покров богов, который повысит вам на 50% ваших АП. Ну и плюс еще то, что я не смогу вам сейчас показать, это реакция на антишок. То есть на антишок у вас, если не помнить, сейчас я найду этот скилл, где-то тут у нас с вами есть. На антишок у нас есть такая штуковина, как... Как же она называется-то, а? Или захват... Что-то давно у нас, по-моему, появился. А, вот, насыщение здоровьем. Да, то есть еще 25% ХП она добавит. То есть, в принципе, его я сейчас вам продемонстрировать не смогу, но без него максимальное значение ХП, вот, давайте посмотрим. То есть это первый скилл и второй. То есть максимальное значение это 19000 ХП в данный момент, причем они полностью отхиленные. Да, то есть вот эта штуковина помогает отхилиться целиком. 19000 ХП. То есть если вы дополнительно еще антишок у вас прогнет, и вы антишок еще скастуете, то у вас будет около, по-моему, ну, в районе что-то 21-22 тысяч ХП. Где-то так. 21 с небольшим. Вот. Очень серьезное такое значение. Но, конечно, у них очень долгий откат у этих скиллов, это понятно. То есть 5 минут и 6 минут, соответственно, у доспехов и у покрова. Но они, конечно, полезны. То есть если вы их там попеременно кастуете, то у вас отличный запас ХП. Значит, что касается экипировочки. То есть я, как вы можете наблюдать, заменил, полностью заменил экипировку. Давайте сейчас я вам, наверное, скрою, если у меня скроется тут, так, момент. Вот. Скрою панельки. Значит, вот смотрите, как все сейчас выглядит. Замечательно, на самом деле, броня. Очень красиво наша девочка смотрится в этой броне. Это латный доспех. Доспех Дайваниона, на самом деле. Дайванион 56 уровня. Он берется на 57 уровне. На 56 мне его советовали взять, но на 56 он у меня не открылся. На 57 только смог его взять, по-моему. Берется он у главного товарища в Ингисоне. У Кайнуса, по-моему, его зовут. Вот. Выглядит вот таким вот образом этот доспех. Очень красиво. Давайте сейчас со спины посмотрим. Вот. То есть вот со спины. Вот. Очень красивый доспех. Очень такой приятный. Значит, и меч. Меч тоже из этого же комплекта. Дайванион меч. Вот. Очень красиво выглядит. Светится. Не так, как предыдущий наш Дайванион. Вот. У него такой след. За ним остается. Если вы бежите, то за вами остается такой вот, видите, следочек. Небольшой. Как бы хвост кометы, грубо говоря, можно так сказать. Вот. Очень красиво смотрится. Плюс у меня в него вставлен камень земли на урон магии земли с вероятностью 1%. С этой вероятностью наносится урон в 3760, по-моему, единиц, если не память не изменяет. Давайте сейчас заглянем, посмотрим, я вам скажу точно. Так. Значит, камень. Да, 3760 единиц урона. Надо же не ошибся. 3760 единиц урона магии земли с вероятностью 1%. Стоил этот камень 9 миллионов. Я, честно говоря, не помню, как он называется. Вот. Огненный камень. Он наносит... Он называется Ярости Амат. Наносится точно такой же урон, но он... И стоит он, по-моему, столько же на тот момент. Он стоил тоже 9 миллионов. Но он огненный, соответственно. Так. Где же эта штука? Вот модификация. Божественные камни. Цена за штуку. И поехали вперед. Ассортированная. Значит, но я не стал брать огненный. Огненный, в принципе, может быть, было бы покрасивее. Потому что было бы вот не такое, скажем так, грязноватое облачко, да, земляное. А красненькое, да. То есть оранжевое облачко. Вот Ярости Амат, камень. Вот. Сейчас он тоже стоит, соответственно, 9 тысяч. Но почему я не стал его брать? Потому что выглядит, может, и красивее было бы. Но от огня все-таки есть бафы. Достаточно много, да. То есть защита от огня, она достаточно такая актуальная. Ее и хилы постоянно кидают сплошь и рядом. Баф на защиту от огня. И свитки есть на защиту от огня. Ну и так далее. А вот от земли Клятва Байзела. Камень. Который, наверное, есть точно такой же урон. Просто магии земли. От земли очень мало я видел, чтобы кто-то бафался. Я вообще, честно говоря, не помню, есть ли свитки на защиту от магии земли. Ну, наверное, есть. Но, по-моему, они что-то популярное сейчас особо не пользуются. То есть обычно все таскаются с собой именно на огонь. Поэтому я поставил при равной стоимости одинаковый урон. Ну, поэтому я поставил именно вот этот камень Клятва Байзела. Пусть не очень красиво выглядит. То есть немножечко так грязновато, да? Вот. Хотя в сполохе очень красивые. Вот на мече. Но все-таки он немножечко так померк. Да? Его естественный свет. Он померк немножечко. Вот. Но ничего страшного. То есть действительно мне очень нравится, как он выглядит, этот меч. Щит у нас с вами из Файда Тьмы. Это щит Анухарта. Выглядит он вот таким вот образом. Не очень мне, честно говоря, нравится, как он выглядит. Меч, кстати говоря, Анухарта вообще ужасно выглядит. Там где-то в магазине даже внешка его продается. Это такая здоровая вот такая вот бандура. Типа как у Легата Бакрама. Меч в... 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 Если помните. Вот там такой же у него меч. Только, конечно, у вас меньших размеров был бы. Вот. Вот щит из этой же области. То есть мне он не понравился внешне. Но чисто по характеристикам он, конечно, лучше. Теперь давайте посмотрим, что из себя представляют характеристики. Значит, вот у нас чешучатый щит элитного легенера Анухарта с 50 уровня. Хороший стат. Лучше, чем те, которые у меня были за мифриловые монетки, по-моему. Врать не буду. Давайте сейчас заодно проверим. У нас где-то стоит мифриловый продажник, который продает всякую ерунду. Тут-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Так. Награда. Доспехи и... Щиты, пардон. Да. Вот. То есть вы можете наблюдать. То есть наш щит лучше. Поэтому я использую его. Хотя внешне он мне ни разу не нравится. Магические камни в него стоят на хп, естественно, на хп плюс 70. Потому что на хп плюс 80 поставить сюда невозможно. Они слишком... Слишком на ней для него высокого уровня. Вот 60-го уровня можно было поставить. Хп плюс 70. Они тоже очень дешевые. Хп плюс 70 и хп плюс 80 на момент покупки моей. Они стоили по 2-2,5 тысячи кинар. Вот. Очень дешево. Значит. Теперь, соответственно, меч. Вот. Элитный меч отряда Дэвониона. Рыжий. Героическое оружие. Очень хорошие показатели. То есть для того, чтобы вы могли сравнить. Вот предыдущий меч. Атака существенно выше. Намного выше. То есть примерно на 50 единиц она выше суммарно. Значительно выше точность. Прям существенно так на 400 единиц примерно. Ну, пониже физкред. Да, физкред пониже на 50 единиц. Но нам это как и танкующему элементу не принципиально. Вот. Все-таки нам более важно, наверное, именно, ну, атаку, точность. Чтобы мы попадали всегда по монстрам. Но дамаг особо у нас с вами от физкреда плюс 50 не подрастет. Вот. Поэтому это бог с ним. Скорость атаки такая же. Хпмп чуть-чуть пониже прибавляет. Ну, к сожалению. Вот. То есть есть такой момент. Но тем не менее, обратите внимание. То есть на танке, учитывая, что нам ДПС не особо важен. Да и в принципе, даже если было бы мы в ДДшной ветке с двуручным мечом бегали, то двуручник, который берется у отряда Дэваниона на 46 уровне, и потом вы его замените только на 56 уровне. То есть 10 уровней мы с вами пробегали вот с нашим мечом отряда Дэваниона, и произойти я его не смог. Я даже покупал меч, который замефрил его монетки, протачивал его аж до плюс 8, и он все равно был хуже, чем меч отряда Дэваниона. Представляете себе, да? С двуручками там все-таки немножко другая ситуация, потому что вы можете совмещать оружие, напоминаю, и там вы можете взять двуручный меч отряда Дэваниона на 46, и элитный меч отряда Дэваниона двуручный на 56 уровне, спаять его с чем-нибудь покруче, и у вас получится очень крутое оружие. То есть с Дэванионом с двуручкой именно лучше делать, наверное, именно так. Берете Дэванион на 46 двуручку, берете замефриловые монетки на 51 двуручку, спаиваете их, то есть подпаиваете к двуручному на 51, подпаиваете Дэванионский двуручник, получаете очень мощное оружие, которое к тому же еще и протачивается на 4 ячейки. На 4, потому что Дэванион протачиваться камнями, напоминаю, не может. Вот. Я надеюсь, не соврал, что действительно, по-моему, их можно скрещивать. Вот эти виды оружия. Протачивать Дэванион нельзя, то есть проточить его камнями нельзя, нельзя его не вточить и обычными камнями волшебными на усиление, и нельзя проточить никакими камнями, потому что у него нет ячеек под проточку. Ну, к сожалению. Вот. Поэтому больше из него выжать ничего нельзя, это максимум, который он может дать. Но в любом случае это очень хорошее оружие, причем, учитывая, что мы часто бьем, я надеюсь, что камешек будет периодически прокать и наносить дополнительный дамаг. Значит, теперь что по остальной экипировке. Значит, меч, латный шлем Юлия, который выдается по одной из сюжеток. Отличный шлем. На данный момент это лучшее, что у нас с вами есть. И, в принципе, наверное, это надолго еще у нас с вами останется. Хороший очень шлемчик. Далее. Серьги перерождения из Вайты Тьмы. Слезы Ноа, опять же, из Вайты Тьмы. Поиск Армивина, это из Адмы, если помните, это мы с вами давно еще, по-моему, достали. Жрели Пламени Дракон, это тоже из Вайты Тьмы. Вот. И, кроме этого, вот, собственно говоря, сет Дайва Неона 56 уровня, латный. Элитный керас отряда Дайва Неона, соответственно, набедренники, сапожки, перчаточки и щитки. Выглядит замечательно, вот, по крайней мере, в слотах. Отлично, прям видно, что это прям что-то такое особенное, выделяется таким свечением. Вот, параметр вы можете посмотреть. Вот, то есть, с эффектом комплекта мы получаем дополнительное ХП. Протачивать камнями их нельзя, поэтому, если бы мы, допустим, с вами надели Анухард, вместо этого, проточенный целиком, да, то ХП было бы, наверное, побольше. Давайте сейчас даже заменим для интереса. Вот, смотрите, то есть, с замененным, кстати, вот так выглядит Анухард, не полностью собранный. Вот, вот так он выглядит, розовенький такой, сиреневый, точнее, цвета. Вот, а с ним, смотрите, 14 тысяч 3 единицы ХП, а с Дэйвонионом, соответственно, 13 919 единиц, да? То есть, немножечко пониже, за счет того, что Анухард все-таки проточен камнями, на плюс 80, а тут даже еще, по-моему, стоит на 85 и на 95. Нет, 2 на 95 камни стоят еще дополнительно. Вот, они тут попадали, я их вставлял, и вот они оба вставились. 2 из 2 внезапно. Вот, то есть, если бы поставить Анухард и целиком его проточить камнями на 80, то да, там будет немножко побольше единицы ХП. Но, по всему остальному, конечно, Анухард проигрывает, причем существенно, потому что на 6 уровней разница, тем более, Дэйвонион, он сильнее. Просто сам по себе, Дэйвонион немножко усилен. И кроме того, что для нас очень важно, как для танкующего элемента в пачке, это уровень агрессии. То есть, агра добавляется у Дэйвониона существенно больше, чем даже у Анухарта. У Анухарта 5,4%, у Дэйвониона 7,4%. Соответственно, на каждом из других элементов это будет работать точно так же. То есть, 2,7-3,7%, соответственно. 2,7-3,7%, соответственно. То есть, Дэйвонион существенно выигрывает по уровню агрессии, поэтому для нас, как для танка именно, это очень важный параметр. Так что, на самом деле, я думаю, что на 56 плюс, лучшее, что вы можете надеть, это Дэйвонион рыжий. И опять же, спасибо человеку, который нам это посоветовал. Я, в принципе, наверное, помнил об этом, но когда мы за волшебник с вами проходили, мы делали квест на этот сет, но для нас он был не очень интересным, потому что там мы действительно смогли собрать тканый сет получше, чем вот такой вот вариант. Но, в принципе, мне, конечно, очень нравится латный сет именно на танка. Да и на гладиатор, я думаю, он тоже хорошо подходит. Поэтому хорошая вещь. Я рекомендую вам ее носить, с ней вы будете очень хорошо танковать. Так, мы с вами выполняем какой-то квест, странная церемония называется, понятия не имею, что за квест. Значит, да, ребят, значит, о чем мы с вами сегодня поговорим. Как я, в общем-то, и предполагал, вам на ее начинать потихонечку поднадоедать. Ну, в принципе, это логично, сколько можно, да, мы с вами об одном и том же практически треплемся уже на протяжении 99 роликов. Ну, не 99, там чуть поменьше, часть из них ушла под другие игры, но, ну, в районе 90 роликов у нас с вами уже по Айону есть. Я честно не представляю, о чем я мог рассказывать на протяжении 90 роликов, но, тем не менее, мы с вами продолжаем снимать именно, о, еще 6 миллионов опыта, и мы с вами продолжаем снимать именно, отлично, пойдем в ПХС, получим еще опыт. Нет, не получим, что-то этих товарищей, по-моему, никогда не убивал, ну, пусть торчит, ладно, посмотрим. Вот, а, это причистки делается, ага, это причистки. Так, ладно, значит, здесь ничего интересного, 90 роликов по Айону, это очень много, конечно, и я понимаю, что вам уже начинает уже потихонечку надоедать, тем более, что мы с вами практически добрались до хай-левелов, а хай-дэнжей я, к сожалению, снять не могу, хай-дэнжей, да, потому что у меня ни мощности компьютера, честно говоря, не хватает для хай-левелов, там, на Грендале я даже не рискую захилай идти, одновременно записывая что-то, потому что это, безумно, безумная идея, и она нам очень серьезно аукнется, потому что мы не сможем никого толком отхилить, вот, поэтому хай-левельные данжи, наверное, снять не получится, по крайней мере, пока, пока я не обзаведусь нормальным компьютером, мощным, а это будет еще относительно не скоро, вот, поэтому Айон, конечно, вам начинает поднадоедать, несмотря на то, что мы стараемся как-то обозревать разные профессии, точнее, не профессии, привычка с линейной H2, мы с вами стараемся обозревать разные классы, но, тем не менее, конечно, все-таки начинает поднадоедать, я понимаю, поэтому предлагаю следующий выход из ситуации, значит, подписка на Айон у меня заканчивается через месяц, чуть меньше, осталось, поэтому на ближайшие пару неделек, на две недельки, я предлагаю вам, друзья мои, поучаствовать в еще одном опросе, который, ссылку под который вы можете, ссылку на который вы увидите под этим видео, вот, можете найти там, атака Легиона Бритры, где-то появился посланник, сейчас опять начнут в чат спамить, что помогите с посланником, но мы участвовать в этом, наверное, не будем, ну, точнее, давайте включим чат, если окажется где-то рядом с нами посланник, то мы поучаствуем, может быть, правда, там обычно 65 уровень, честно говоря, ходит, мы там будем только мешаться, но можно попробовать, вот, значит, и так, да, мы сейчас с вами отправляемся вот сюда, надеюсь, что нас не убьют, там у нас с вами квест на стигму, мне уже хочется, честно говоря, стигму поставить, так вот, значит, я предлагаю вам поучаствовать в одном из опросиков, ссылочку найдете в описании к видео, там я предлагаю четыре игры на выбор, в которые вы хотели бы, чтобы мы с вами поиграли и которые снимали, начали снимать по ним ролики, давайте сейчас, ну, вы, конечно, можете зайти уже посмотреть, проголосовать в этом, в этом, в этом, в этом опросе возможны несколько вариантов ответов, я специально так сделал, то есть, голосуйте за несколько игр, если, допустим, вам нравятся две игры, почему бы и нет, поэтому голосуйте за несколько, мы с вами будем с последующим принципу идти, то есть, некоторые из этих игр сейчас мы с вами все это обсудим, некоторые из этих игр, они, странно, что-то долго не обнаруживают посланника, обычно сразу же при их появлении кто-то начинает орать, что посланник есть, так, возвращаемся к нашим баранам, давайте посмотрим, вдруг он здесь внезапно, все-таки мы недалеко совсем, кстати, можем сейчас нас с мьян напороться, нас с вами сольют, это нормально, мы не в ддшной ветке, так что потанкуем немножко и сдохнем, так, посланника вроде как здесь нету, да, а, во, посланник, вы гляньте, ребят, босс, так, ну, круто же, надо же, мы с вами легко можем его затанковать на самом деле, ну, 55-й, 2-й, 2-й уровне босс, при наличии должного хила мы с вами спокойно его затанкуем, что-то на меня кинулся-то, вот же собака, блин, у него вроде уже агра здоровья, блин, блин, обидно-то как, а, зараза такая, средний магнарион, ты ж вредный, ты такое создание, я ж тебя не выдержу, ты прямо, нет, ну, глупо, конечно, пытаться затанковать его в одиночку, это совершенно бесполезный процесс, к сожалению, никто почему-то не отзывается, вот, честно говоря, надеялся, что, вот, кстати говоря, на 19,5 тысячи хп мы с вами имеем под, вот, вот, максимальное значение хп, но есть какой-то плюс в этом замесе, да, то есть мы с вами имеем 21 тысячу хп на всех бафах одновременно, вот, ну, конечно, мы с вами его не сможем запилить, это, я думаю, понятно, к сожалению, никто не отзывается, мне очень жалко, что он на нас сагрил, сейчас грядущий такой большой рейндж игры, надо было мне придурку посмотреть, а, еще и банки закончились, надо было мне придурку посмотреть на карту вот здесь, ну, вот, вот, но, к сожалению, не посмотрели мы с вами на карту и не увидели какой-нибудь рейндж игры, здоровый, а надо было, так, вон гладиатор прибежал, варенье, он его точно затанчит, так, да, мощно он, конечно, его выносит, но он варенье, по-моему, одет, так, давайте, ребят, быстренько попробуем сейчас туда еще раз смотаться, давай-давай-давай-давай-давай, только душу бы исцелить, может быть, мы еще успеем до него добежать, так, исцелить душу, блин, у меня банки не вовремя закончились, как всегда, так, давайте сейчас попробуем все-таки до него успеть добежать, по-быстрому, может быть, он нас возьмет в группу, он, конечно, и сам его убьет, но мне бы хотелось поучаствовать, ребят, сори, отвлекся немножко от нашего с вами опроса, давайте чуть-чуть позже его обсудим, сейчас я тут, мне просто, честно, очень хочется добежать до сюда и поучаствовать в процессе, правда, я что-то сомневаюсь, что мы успеем, потому что, учитывая, насколько быстро он там его выносил, я думаю, он быстрее справится гораздо, чем мы до него доберемся хотя бы, средний магнарион, да возьму, просто уже смысла на самом деле нет, так, сейчас я, сори, ребят, не буду отвечать человечку, потому что не очень прилично, конечно, надо бы ответить, но, блин, ну, кстати говоря, мы с вами можем его собрать, на удивление, смотрите-ка, мы можем посмотреть, что с него дропнулось, о, обалдеть, сугруд сундук с наградой вторжения, ха-ха, класс, ребят, вот это мне нравится, конечно, то есть мы с вами получили награду за то, что, видимо, саграли этого босса и вынесили его по большей части, ну, начали самостоятельно месить, вот, о, это прямо мне прямо нравится, это надо посмотреть, что с него выпало, ну-ка, давайте-ка, я первый раз получаю с него мешочек, ну-ка, блестящий ян храбрости, ну, не то, чтобы я прям был в восторге, не ахти, что и далее, вот, 20 монет, блестящий Диан, ну, кстати говоря, может они что-то стоят на аукционе, я думаю, может быть, продадим, наверное, продадим, потому что, мне честно говоря, не очень хочется его вставлять в оружие, лень, вот, так, отпишемся, так, кто-то нас тут еще просил, вот, так, значит, ну, так вот, удача, мы так с вами внезапно, да, сдохли, но тем не менее, получили наш с вами ящик, хотя, конечно, для других это, наверное, обидно, потому что, в общем-то, они все это сделали, вот, я, не знаю, по какому принципу вот эти ящики отдаются, я бы сейчас с удовольствием, может быть, даже им бы его вернул, если бы они сказали, что стоит это сделать, да, наверное, может быть, даже стоило передать, если он передается, этот ящик, ну, по большому счету, наверное, надо было так и сделать, вот, но я уж настолько тут обрадовался тому, что мы с вами увидели посланника, и даже нам за него что-то дали, хотя, в общем-то, мы и не заслужили, наверное, да, наверное, только за наглость мы с вами заслужили, а что, какое небо темное, прикольная текстура, что ли, неподружная, или это специально так, интересно, или это потому, что атака легиона бриттера ведется, типа, ну, ладно, в общем, интересно получилось, вот, ну, как вы видели, то есть, ничего особенного с него не выпало, может быть, бывает, что выпадает и получше, вот, вещички, прикольно, какое-то темное небо, непонятно почему, наверное, из-за того, что легион бриттера сейчас у нас в атаке находится, тут где-то, кстати, проход находится неподалеку, совсем в Космодианом, но мы, конечно, с вами туда не пойдем, толку, мы только танковать можем, убить мы никого не в состоянии, я так думаю, ну, не с моими руками точно, так, вот так вот, господа, так, ну, ладно, успешно, на самом деле, так получилось, мне понравилось, ну, что ж, давайте сейчас мы с вами займемся выполнением нашего, ух ты, нашего квеста, и попутно сейчас будем, значит, обсуждать наши игры, значит, во что мы с вами можем поиграть, после того, как завершим работы по Айону, в каком смысле завершим, опять же, ребят, напоминаю, у меня достаточно мало сейчас места на жестком диске, я могу установить только одну игру, поэтому выбор у нас с вами ограничен, то есть, если вы выбираете какую-то игру, то я сношу Айон и ставлю другую, поэтому по Айону какое-то время ролики выходить перестанут, поэтому, чтобы вы могли, скажем, хорошо подумать, как следует проголосовать, пусть на две недельки у нас с вами вот запустится опрос, в котором вы можете поучаствовать, и, соответственно, сделать свой выбор в пользу одной или нескольких игр, вот, вы выбираете, я потом озвучу все свои результаты, и мы с вами поиграем, начнем играть в новую игру, тоже MMORPG, там перечислены четыре стучки, сейчас я вам опять же буду рассказывать, какие именно эти игры, вот, и что мы с вами можем друг другу предложить, да, вы мне игру, и я, соответственно, вам ролики по этой игре, так, поехали собирать, честно говоря, все затянется, конечно, Вот, друзья, значит, и первая игра, о которой я хотел бы поговорить, это, естественно, EVE Online, ну, симулятором его не назовешь, то есть это космическая, ну, не симулятор, космическая игра, на космическую тематику, я думаю, достаточно известная, и я думаю, что большинство из вас в курсе, что это за игра, вот, а если нет, обязательно рекомендую посмотреть, если тема космоса вообще для вас актуальна и интересна, то я действительно рекомендую вам ее посмотреть, потому что мне игра, честно, очень понравилась, есть свои косячки, есть свои не очень приятные моменты в ней, то есть, допустим, многие не могут до сих пор смириться с концепцией жидкого космоса, которая там применена, то есть, ну, как вам сказать, то есть там нет, как таковых, столкновений, то есть, условно, если вы видите какой-то корабль, и вы не можете его протаранить, то есть у вас нет такой возможности, что вы вот вылетите, врезаетесь в него, и все там с дымом и грохотом, ваши корабли разлетаются в разные стороны с разными повреждениями, там такого нет, то есть там вы можете спокойно пролететь к кораблю, есть какая-то механика столкновения, но она имитированная, и она никаких повреждений не наносит, то есть корабли, как на пружинах, друг от друга начинают отлетать, допустим, при столкновении, да, на этом, кстати, основана одна из механик пвпшных, бамп называется, кто может быть слышал, знает, вот, значит, то есть жидкий космос, вы можете пролетать сквозь планеты, если вы находитесь в варп режиме, то вас проносят сквозь планеты, причем в одном из недавних обновлений, относительно недавних, это интересно так обыграли, что типа, когда вы находитесь в варп режиме, пространство вокруг вас рассеивается, и это таким, ну, каким-то образом оно изменяется, и вы летите как бы в коридоре, и это так графически интересно обставили, получилось, что действительно вроде как так и задумывалось, что это не жидкий космос, а вы просто находитесь в своем личном туннеле, вот, интересная идея, мне понравилась, вот, так нет никаких отражений, не надо ничего, блин, да все, 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 не бей его, видишь, человек обиделся, я бы рассчитан себя повесил, так, все, можно бить, баф спал, значит, интересная игра, действительно, я в нее играл достаточно долго, не с момента ее выхода нет, но тем не менее, играл достаточно долго, суммарный опыт у меня там составляет, наверное, в районе трех лет, интересная игра, мне есть, что по ней рассказать, поэтому, если вас это заинтересует, голосуйте, ставьте, что называется, лайки, только в данном случае речь идет про вопрос, голосуйте, и если вам понравится эта игра, то я ее установлю с удовольствием, и буду для вас снимать ролики, это MMORPG, напомню, то есть, все игры, которые сейчас я вам озвучу, это MMORPG, массовые игры онлайн, но, и в онлайн, она все-таки отличается от игр привычного нам плана, то есть, допустим, я не смогу там, как в Айоне, создать персонажа и раскачивать его, да, с вами вместе, это невозможно, потому что вы в онлайн прокачка идет с течением реального времени, и если я сделаю так, как я сейчас сказал, то есть, создам отдельного персонажа и буду прокачивать его, то у нас с вами ролики будут выходить, дай бог, если через три месяца выйдут первые ролики, потому что там только через три месяца вы начинаете что-то представлять из себя, как персонаж, то есть, начинаете уметь водить какие-то корабли большие, вот, поэтому я, в общем, вам не рекомендую, конечно, пытаться начать в Деву с нуля, в том смысле, что именно нам не рекомендую этого делать для съемки каких-то роликов, потому что будет реально очень долго, вот, то есть, я, наоборот, воспользуюсь тем персонажем, который у меня там есть сейчас, он прокачан уже, ну, на самом деле, прокачан он примерно на два года, наверное, потому что некоторое время я не качался, некоторое время забивал переключать скиллы, забывал просто об этом, вот, или забивал действительно, там уж как везло, вот, поэтому прокачку у меня там примерно на двух, на двухлетний, наверное, срок, вот, персонаж прокачан, то есть, в принципе, там водить, я водить могу достаточно много, большое количество кораблей, поэтому всегда мне будет, что вам рассказать и про ПВЕ, и даже про ПВП часть, я что-то могу вам поведать, вот, поэтому, я думаю, что будет интересно, вот, ролики будут носить эпизодический характер, то есть, мы с вами выпускаем ролик на какую-то определенную тему, я ее освещаю, что-то показываю, следующий ролик в том же формате и так далее, то выходить они будут достаточно часто, то есть, также это будет раз примерно в два дня, как у нас сейчас повелось, то есть, сразу в двое суток я выпускаю один ролик, примерно на 40-60 минут продолжительностью, и о чем-то там вам рассказываю, интересно, то есть, если вам будет интересна космическая тематика, если эта игра вас заинтересует, то голосуйте в вопросе, и я с удовольствием, значит, установлю именно ее, причем, с ее запуском у меня проблем точно не будет, то есть, это я уже проверял, на ноутбуке у меня получается ее запускать, даже на Макосе, там есть как бы порт ее под Макосе, он очень хорошо работает, но тоже можно его запускать, да блин, но тоже можно его запускать, вот, и, иди сюда, вот, тоже можно его запускать, поэтому, да и на винде, в общем, у меня же тут винда стоит на Маке, поэтому можно и на винду запустить, поэтому все получится, и там гарантированно у нас с вами проблем с запуском не будет, с записью, я думаю, тоже проблем особых у нас не возникнет, и причем, кроме этого, игра эта находится в релизной стадии, то есть она, ну, она зарелизена, уже давно она существует, это не, не тестирование, не в стадии тестирования, ни ОБТ, ни ЗБТ, это нормальная, настоящая, полноценная игра, которая давным-давно уже вышла, и много обновлений уже вышло с тех пор, поэтому в нее мы с вами будем играть, ну, полноценным персонажем. Игра платная, и в онлайн она платная, там можно оплачивать игровыми деньгами, но как бы в последнее время, я там полгода в последние полгода в ней не был, поэтому не знаю, какие сейчас цены, но на момент моего ухода из нее полгода назад в игровой валюте это стоило примерно 600 миллионов игровой валюты, 600 миллионов исков, там иски валюты называются, и там действительно это было достаточно дорого уже, вот, то есть вы можете оплачивать игровой валютой, если у вас есть такая возможность такие деньги добывать, либо 350 рублей в месяц стоила подписка на игру, если вы покупаете по месячной, ну и соответственно, там как и в любых, в любых, в принципе, играх, то есть стоимость там варьируется в зависимости от того, на какой срок вы покупаете, вот, так, 350 рублей в месяц она стоит, то есть если вы ее выберете, я, соответственно, куплю подписку, оплачу, и мы с вами будем играть в нее, так, ну достаточно об ив, давайте перейдем к следующим играм, значит, следующая игра, которую я хотел бы вам предложить, так, следим за отражением, а то меня уже начинает бесить в этот момент, так, значит, другие игры, следующая игра, которую я хотел бы вам предложить, и которая мне лично очень интересна, я, честно говоря, с нетерпением жду момента старта ОБТ, сейчас она находится в стадии закрытого бета-тестирования, стоит достаточно дорого, полторы тысячи, примерно, рублей мне придется выложить, если вы выберете эту игру, вот, ну ничего страшного для вас и для себя в том числе, то есть это взаимное, скажем, будет удовольствие, поэтому, в принципе, я могу себе это позволить и приобрести эту игру для вас, и для себя в том числе, игра называется Skyforge, разрабатывается она, ну, не сказать, чтобы я в восторге, кем она разрабатывается, разрабатывается она студия LOD Steam, теми, которые выпустили LOD Online, которая, в общем-то, ну, на мой взгляд, провалилась, провальная игра была, но Skyforge, я посмотрел, пощупал, поиграл в нее, и скажу так, мне понравилась концепция, которую там продвигают, мне понравилась механика развития персонажа, интересно, коль уж мы с вами об Иван Лайн поговорили, наверное, стоит побеседовать и об этой игре, то есть, то, что я узнал на данный момент, очень интересная концепция развития, то есть, вы начинаете за какой-то из определенных классов получать какие-то, допустим, базовые статы в этом классе, базовые умения, и по мере вашей прокачки вы можете приобретать умения других классов, там двигаться нужно по атласу, так называемому атласу прокачки, то есть, вы по нему передвигаетесь все дальше и дальше, и чем дальше, тем вы становитесь сильнее, и, соответственно, вы можете переключать классы вне боя, также с получением специального божественного, скажем так, статуса, по-моему, он там называется как-то так, то есть, становясь божеством, вы приобретаете возможность сменять классы даже прямо во время боя, но этого я пока еще нигде не видел, а вот насчет, то есть, это только заявлено, насколько я понимаю, а вот что касается, пум, так, Дерек, а вот что касается, значит, ооо, как это называется, да, обычного режима, то вы, значит, будете, просто переключать классы вне боя, но, тем не менее, это тоже здорово, то есть, вы, допустим, играли, играли танком, вам надоело, вы захотели, взяли, переключились на другого, на другой класс, там, условно говоря, на мастера теней, и начали играть мастером теней, да, там тоже есть мастер теней, название абсолютно пересекается с таковым в Blood and Soul, в котором мы с вами немножечко поиграли в свое время, но она вам не понравилась, да, вот, не снискала особую популярность, так, что мы с вами не стали больше в нее играть, вот, хотя, если вы захотите, может быть, мы с вами даже в нее вернемся, но я что-то сомневаюсь, на самом деле, лучше что-нибудь другое попробовать, так вот, блин, неужели у обоих ничего нету, жалко, так вот, значит, вы можете играть любым классом, просто по мере вы выбираете какой-то базовый класс, от которого вам придется по атласу затем отталкиваться, вот, если вы этого не сделаете, соответственно, вы получите, то есть, если вы выберете неправильно, допустим, класс изначально, который вам не нравится, тот или другого, вам все-таки придется какое-то время попрокачиваться, вот, но сама концепта действительно очень интересная, вы начинаете за бессмертного, ну, как за бессмертного, там, не будем спойлерить, но за бессмертного вы начинаете, не будем говорить спойлеров, вот, начинайте за бессмертного персонажа, и со временем, с вашей прокачкой, вы приближаетесь к статусу божества, то есть, становитесь, грубо говоря, богом, вот, что мне не понравилось в этой игре, вот изначально, потому что я уже успел посмотреть, значит, мне очень не понравился тот факт, что в игре, как такового, нет открытого мира, то есть, вся игра, грубо говоря, поделена, но она как бы на одном сервере, на одном сервере, как и EVE Online, кстати говоря, то есть, на одном единственном сервере все игроки, но на самом деле, в EVE Online честный один сервер, а здесь сервер не один будет, здесь будет один сервер, поделенный на шарды, так называемые, то есть, кто разрабатывает онлайн игры, он в курсе, что это шарды, вот, грубо говоря, это логические, и в том числе, и физические, могут быть отделены друг от друга элементы локации, в которых находятся персонажи, то есть, по факту, это вроде бы как логически это один сервер, но по факту, вы разделяетесь между разными физическими машинами, в том числе, и на уровне логики, это также может быть разнесено по разным, по разным элементам, вот, то есть, вы, вроде бы как на одном сервере, но, во время походов, там, в какие-то данжи, вы делитесь на, по отдельным шардам, и разделяетесь на отдельные физические и логические элементы, области, скажем так, вот, поэтому, и исходя в том числе, из этой причины, да и просто потому, что так сделано, в игре Skyforge нет открытого мира как такового, то есть, все данжи, все, что вы там будете проходить, там, система прокачки построена на аренах, это ПВП, и на помощи людям, ПВЕ, то есть, вы помогаете людям, выполняете задания, за это вам дают всякие плюшки и награды, люди начинают у вас верить, у вас образует собственный культ, вот, и с его развитием вы в том числе получаете дополнительную силу, вот, то есть, это вот такая вот концепция, то есть, вы как божество именно должны себя чувствовать, как божество, вот, и открытого мира нет, то есть, вы должны, да блин, вот, то есть, вы должны будете выполнять задания, но вы никогда не встретитесь, допустим, вы не сможете просто, вот как вот здесь мы в Айоне, скажем, просто выбежали там, в Гюссон, да, побегали, потом выбежали куда-то в другую область, там побегали, вы не сможете этого сделать, потому что здесь есть открытый мир в Айоне, а в Скайфорже его нет, то есть, там только данжи, 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 условно говоря, данжи, вот, это мне, конечно, очень не понравилось в игре, я люблю, конечно, все-таки открытый мир, но, что поделаешь, то есть, зато сама концепция интересная, интересная концепция, я думаю, что данжи там тоже предостаточно, вот, поэтому играть интересно, все очень красиво сделано, конечно, наш с вами ноутбук не потянет эту красоту, но на минималках, я думаю, там на минималках, или хотя бы на средних настройках, он, наверное, все-таки сможет это сделать, вот, сможет потянуть такой уровень графики, вот, но в дальнейшем, когда мы с вами, я надеюсь, обзаведемся настоящим нормальным компьютером, не настоящим, да нормальным, это все игровым, вот, если получится у меня это сделать, вот, будут средства, скажем так, на это, вот, то, конечно, мы с вами сможем уже посмотреть его и на максимальной графике, вот, опять же, если вы выберете эту игру, да, значит, игра, в том числе, кстати говоря, что мне еще не нравится, это ее разработчики, но не сами разработчики, разработчики, я думаю, все нормально сделают, а мне не нравится, что она выпускается от компании, печально, наверное, известной Mail.ru, которая обожает губить свои игры, своей же собственной жадностью, вот, поэтому, скажем, в плане долгосрочного развития, наверное, от игры ждать особенного ничего не стоит, потому что ее очень быстро, она бесплатная, платная она только потому, для нас с вами будет, что мы с вами приобретем комплект, предварительный, то есть, право создать персонажа до начала ОБТ за 7 дней, и доступ в игру на закрытое бета-тестирование, вот, к сожалению, сейчас игра находится в стадии закрытого бета-теста, когда будет ОБТ, разработчики отмалчиваются, не говорят, поэтому, сказать точно, когда она перейдет в статус ОБТ, мы с вами не можем, и, к сожалению, после ЗБТ, после всех ЗБТ, происходит вайп персонажей, полный, то есть, в принципе, сейчас на Харестной ЗБТ, мы с вами можем там поиграть, зайти, поиграть, естественно, прокачаться, то есть, посмотреть, как игра работает, она уже прошла несколько стадий ЗБТ, поэтому, в принципе, она достаточно стабильно работает, в том числе, недавно проходил стресс-тест, так называемый, на который пустили всех вообще, без разбора, любой мог зайти и поиграть, вот, я, естественно, этого не смог сделать, потому что у меня Айон установлен, как вы понимаете, вот, значит, и, на этом стресс-тесте, вроде бы, как было выявлено достаточно много проблем, но их все уже должны были устранить, поэтому, это достаточно стабильно, и, единственное, что омрачает тот факт, что это ЗБТ, это, во-первых, достаточно высокая стоимость, а, во-вторых, ну, Мейлору, он всегда жадно, в общем-то, себя ведет, и стоимость в полторы тысячи для них, это вообще нормальное явление, вот, значит, помимо этого, то есть, ее, как бы, бесплатность, она для нас с вами нивелируется, да, вот, она для нас будет платной, но ничего страшного, в общем, если вам действительно это понравится, значит, и мне игра понравится, и стоит в нее действительно заглянуть, и поиграть, вот, так что жалеть, в общем-то, и не о чем будет, так вот, помимо того, что она зарабатывается Мейлами, которые любят губить свои игры, помимо того, что это команда разработчиков, Allot's Team, ну, они как бы сотрудничают, в том числе, с другой фирмой, с американской, по-моему, вот, ребят, сейчас боюсь соврать, по-моему, с Subsidian'ами они работают вместе, вот, Subsidian Entertainment, если я ошибаюсь, извините меня, я, честно говоря, не помню, с кем именно, то есть, по-моему, с Allot'ы, с Subsidian'ами вместе работают, издают эту игру, поэтому, в принципе, у нее есть шансы стать хорошей, единственное, что ее, скорее всего, загубит Мейл, своей жадностью, и, в том числе, ее, скорее всего, загубит то, что у нее нет открытого мира, все-таки, вот, то есть, это жалко, вот, что этого нет, но сама концепция действительно очень интересная, и будь там открытый мир и отсутствие Мейл.ру, я думаю, получилось бы просто конфета, но, как обычно, хочется как и лучше, а получается, как всегда, то есть, минусы всегда какие-то присутствуют в игре, с этим ничего не поделаешь, вот, но, тем не менее, как новая игра, как самобытная такая, интересная, с любопытной концепцией, и с хорошей, с хорошей, графикой, с хорошо проработанным миром, я думаю, что, игра, ну, все-таки, имеет шансы на успех. Итак, дальше, следующая игра, которую, опять же, я хотел вам предложить, это Black Desert Online, BDO, да, ну, или BD, Black Desert просто, тоже, многие из вас, наверняка, слышали об этой игре, она также находится, к сожалению, на статусе закрытого бета-тестирования, то есть, опять же, туда доступ, какие-то денег будет стоить, по-моему, что-то тоже около полутора тысяч рублей, я, честно говоря, не помню точную цифру, но, что-то в этом же районе, наверное, будет, вот, то есть, опять же, мы с вами, если вам понравится такой выбор, то мы приобретем эту игру, будем играть в нее, а уровень графики там, конечно, приятный, но мне, честно говоря, не очень понравилась ее мрачноватость, какая-то она мрачноватая, там, правда, по сюжету эта мрачность должна быть, то есть, там все как бы в таких, относительно черных тонах, вот, немножко блекловатая картинка, для моего глаза, то есть, я люблю более ярко, что-то вот типа Айона, да, вот, да и не типа Айон люблю, потому что никто еще до сих пор по уровню графики к Айону не приблизился, по уровню, скажем, сочности, яркости, красок, вот, мне пока что нравится больше всех Айон, но, тем не менее, там, конечно, в остальном графика лучше, если считать цветовую палитру, интересная, в принципе, тоже игровая концепция, очень хорошая анимация, вот, и там есть открытый игровой мир, то есть, она не ограничена, как Skyforge, она, в принципе, по типу Айона, в этом смысле, там также есть, любопытные достаточно, классы, которые тоже стоит рассмотреть, в том числе, их вводит, сейчас, недавно ввели там класс Beastmaster, вот, честно говоря, странноватый немножко класс, я так посмотрел его описание, изначально может показаться, что это Саммойер, на самом деле, это не так, вот, и, но тем не менее, любопытный класс, которым тоже интересно играть, все классы там достаточно любопытные, и интересна у них реализация, вот, нон-таргет система боевая, как в Terrian Line, которая была реализована, в том числе, вот, красивая и интересная игра, которую я думаю, что действительно стоит посмотреть, и, возможно, что, мне почему-то так кажется, что вы выберете, либо ее, либо и в онлайн, мне почему-то так кажется, я никого не агитирую, то есть, нет, открытые, ребят, голосование, то есть, выбираем, каких голосов будет больше, в то мы с вами не поиграем, то есть, единственное, что, конечно, я не обещаю, что у нас с вами будут хорошие графические настройки, нет, то есть, с ноутбуком, как вы понимаете, тяжеловаты дела, и обстоят ему трудно, трудно обрабатывать такие, такую графическую нагрузку, поэтому, графика будет, скорее всего, на минималках, в ожидании лучших времен, значит, что касается, выбора игры, естественно, только одну мы с вами игру сможем пока что выбрать и поиграть в нее, но это, я думаю, не проблема, в дальнейшем, возможно, я приобрету себе стационарный компьютер, и тогда мы с вами сможем уже играть сразу во много игр, и в хорошем качестве графики, вот, так что, в принципе, я склоняюсь, наверное, сам, я склоняюсь, наверное, больше либо к Иванлайн, просто потому, что я в ней хорошо достаточно разбираюсь, вот, либо к Блэйд, ой, к Блэйд Дезерт Онлайн, хотя все остальные тоже, Скайфорж, мне тоже хочется пощупать, вот, вот так вот, ну, и четвертая игра, наверное, которую стоит тоже упомянуть, это Терра Онлайн, я в нее уже играл, как я уже, по-моему, может быть, может быть, кто-то помнит, я рассказывал об этом, я в нее уже играл, и я пробовал, что это за игра, прокачивался в ней, по-моему, до 35-го примерно уровня, что ли, прокачал там персонажа Мистика, вот, ну, грубо говоря, это такой саммонер, что ли, тамошний, вот, орудует в основном саммончиками, хороший, интересный персонаж, но мне сама игра не больно понравилась, честно говоря, но, как бы она тоже имеет право на существование, опять же, нон-таргет боевая система, расхваленная поначалу графика, но на деле она оказалась, в общем-то, похуже, чем могла бы быть, что мне очень не понравилось, это, во-первых, грязноватая графика, да, то есть, все выглядит действительно какой-то грязновато, как будто его давно не протирали, вот, странная немножко графика, мне не очень понравилась, в том числе, размытость небольшая присутствует, не блюр-эффект, а именно размытость небольшая, не очень приятный эффект, вот, кажется, что хотелось бы четкости какой-то, поднавести, вот, и плюс мне еще очень не понравилось, что она, как, в принципе, и Blade & Soul, игра, в которой мы с вами уже имели счастье играть, она достаточно серьезно заточена на гринд, и даже вот в Айоне это не так выражено, то есть в Айоне, в принципе, гринд гриндом, но здесь много данжи, здесь много всяких событий, которые происходят вокруг, и как-то интересно, много областей всевозможных, то есть разнообразие, то есть, в принципе, в Айоне трудно, поначалу, пока вы там не изучите большинство классов и данжи, он не надоедает, вот, а здесь этого хоть отбавляй, в Терре же все заточено на тупой гринд, то есть вы должны просто бегать и выполнять квесты, бегать и выполнять квесты, причем квесты там не такие интересные, как в Айоне, там тупо убийство монстров, ну, сейчас не обращайте внимания, на экране сейчас тоже происходит тупое убийство монстров, но это один из немногих квестов, которые вот на тупое убийство, вот, именно на такое нон-стоп убийство, да, вот 60 штук надо вынести, да еще не с каждого, блин, падает, поэтому эти 60 штук легко превращаются в сотню, ну, в общем, ничего хорошего, это что еще такое? Ух ты, прикольно, понятия не имею, что это такое, это нам может тоже из ящика, кстати, выпало, я может не обратил внимания, ну, прикольно, хорошо, что, так, эти камни продадим, если они что-то стоят, конечно, ну, кстати, сделки есть небольшие, надо их тоже съесть, вот, так интересно, надо же, что за штука, может продается и дорого стоит, очень хорошо, если дорого стоит, это замечательно, вот, господа, значит, вот, то есть она очень серьезно заточена на гринд, и там, в принципе, весь процесс состоит, по большей части, просто из уничтожения монстров, вот, вы бегаете, убиваете их, причем там достаточно сложная система перемещения между городами, в основном там все делается пешком, длительные перелеты на пегасах между городами, очень длительные, вот, то есть, в принципе, без статуса элитки, там делать, в общем, нечего, ну, я имею в виду, по части перелетов, то есть, статус элитного аккаунта, там, VIP-аккаунт, он дает там всякие плюхи, то есть, это увеличенный опыт, по-моему, там, два или три раза, что ли, ускоренное перемещение в любую точку мира, то есть, там, есть, конечно, свои привилегии в этом, свои преимущества, что из плюсов, ну, нон-таргет боевая система, которая там была, ну, не анонсирована, конечно, то есть, они не первооткрыватели в этом смысле, но первые, скажем, из тех, у кого это получилось достаточно хорошо, хорошая анимация, прикольно нарисованные персонажи, в том числе, особенно, там, эти лисички, от которых я тащусь, честно говоря, няшные создания, вот, они еще лучше, чем в Блэдден Соул, там нарисованы, такие прям, интересные, замечательные лисички, вот, но, кроме красот, вот, именно красоты анимации, хорошо достаточно, в принципе, проработанной нон-таргет системы, я ничего там хорошего, в общем, не увидел, особенно по части графики, то есть, вроде бы и красиво, но, с другой стороны, хотелось бы и получше, а ее мне нравится, допустим, по графике больше, то есть, ребят, я не скажу, что, игры там, скажем, есть какие-то хорошие игры, или есть плохие игры, нет, все игры по-своему хороши, у всех перечисленных, но игры, да, больше я вариантов не предлагаю, то есть, есть еще там, варианты некоторые называли, по-моему, в свое время, говорили об игре Warframe, я посмотрел, что это такое, ребята, это шутер, шутер, я не потяну на ноутбуке точно, даже на минимальных настройках, плюс, в принципе, шутер, это не мое, то есть, я не люблю игры подобного плана, и поэтому Warframe, допустим, нам не подойдет, но, у каждой из игр, конечно, свои минусы, и у Ion, они, естественно, есть, вот, вы и сами прекрасно их все знаете, по нашим с вами роликам, то есть, у всех свои плюсы и минусы, на мой взгляд, самыми интересными для нас, ну, наверное, самым интересным проектом, была бы, Black Desert Online, я думаю, все-таки, на текущем рынке, вот, разработок, наверное, это самое интересное, что есть, из игр подобного, опять же, плана, вот, также, много, что мне есть, поведать вам об Ив онлайн, если у вас будет такое желание, поэтому, я думаю, что, мнение большинства, наверное, склонится именно к этим, играм, но, если нет, нет, значит, хорошо, значит, будем пробовать другие игры, я совершенно не против, главное, что, ребята, чтобы вам нравилось, чтобы вам нравилось, ну, мне, в принципе, в любую из этих игр будет приятно поиграть, вот, вот так, господа, если у вас есть какие-то предложения другие, то есть, допустим, вы мне предложите другие игры, которые я не учел в этом опросе, ну, собственно, я не против, то есть, пишите в комментариях, пишите комментарии, говорите, что вам больше хочется видеть, может быть, у вас будут действительно другие предложения, я внесу тогда, может быть, их вопрос, и, допустим, продлю время опроса, если будет действительно много предложений по какой-то игре, вот, продлю время опроса, и, может быть, мы сами выберем даже какую-то пятую игру, которая не была сегодня озвучена, нет проблем, друзья мои, то есть, предлагайте, может быть, я просто какие-то игры прошли мимо меня, я не очень за этим слежу, за игровым миром, честно скажу, точнее, не то, чтобы не очень слежу, я слежу за новостями, в этой области, но я могу не заметить каких-то игр, которые недостаточно хорошо разрекламированы, вот, то есть, допустим, отели трубили на каждом углу, я ее хорошо знаю, а Black Desert, постоянно их путаю, вот, а Black Desert, например, не так активно говорили поначалу, поэтому ее я заметил позже, вот, Skyforge тоже вообще не особо так агитировался, по-моему, поэтому, может быть, какие-то игрушки я мог пропустить, какие-то игры прошли мимо меня подобного плана, и их действительно стоило бы пощупать, в том числе есть, допустим, еще игра Heroes of the Storm, которая сейчас разрабатывается, но эта игра, в принципе, очень похожая на Доту, я в Доту не играл никогда, ну, такая, ну, как вам сказать, да, чтобы было понятнее, игра под углом, то есть, это изометрическая проекция, ну, я условно, конечно, конечно, там трехмерная графика полноценная, никакой там изометрии нет уже и в помине, эти времена давно прошли, вот, но, сам принцип, то есть, это что-то типа Доты, со сплошным ПВП, с, интересным, в принципе, наверное, ПВЕ, наверное, тоже была бы интересная игра, но, это немножко не мой стиль, то есть, я в такие игры никогда не играл, мы можем с вами рискнуть, допустим, попробовать поиграть в нее, я, честно говоря, не знаю, она сейчас, по-моему, тоже в стадии закрытого ветстеста находится, вот, то есть, я даже не знаю, продаются ли на нее ключи, то есть, можно ли сейчас там потеститься, по-моему, она какими-то периодами проходит, то есть, допустим, период за БТ прошел, игру закрыли, вот, вайпнули всех, начали что-то там править, поправили, открыли там снова, допустим, на неделю, на две там тестирование, или на месяц, тестирование прошло, опять закрыли игру, всех вайпнули, и так далее, то есть, по-моему, что-то вот подобное сейчас там происходит, вот, игра не совершенно не моего стиля, не моего профиля, скажем, поэтому я совершенно не могу обещать, что я чего-то, допустим, смогу там вам интересное показать, может быть, окажешь, что я там днище полное, еще хуже, чем вайоне, вот, и в итоге вам будет неинтересно, ну, в принципе, нам, конечно, никто не помешает потом эту игру снести, и установить другую, если вам не будет нравиться, в общем, никаких проблем с этим, я думаю, не будет, вот, но все-таки, конечно, мне бы хотелось выбрать именно тот проект, который и вам будет интересен, и я смогу по нему вам что-то интересное показать, и рассказать, чтобы процесс для нас с вами был взаимно выгоден, вот так скажем, да, вот, тут у нас с вами, между делом мы тут с вами раскатываем монстров, у нас осталось всего лишь две штуки уничтожить, я надеюсь, что с каждого из них выпадет что-то полезное, и мы с вами наконец-то закончим этот процесс, он уже так надоел, я прям не могу, да, я буду тебе даже в щит долбиться, по-моему, только сдох уже побыстрее, вот, вот, если бы мы с вами, ребят, не общались, честно говоря, у меня бы, наверное, уже руки отвалились, вот этих всех товарищей грохать, вы провели в игре один час, да я в курсе, что я провел один час, я тут сейчас и больше проведу, судя по всему, потому что, еще не с каждого выпадает-то, куда вот он засунулся, этот лишний, или я его не взял, не взял, вот, ну, сколько можно, мы с вами уже убили гораздо больше, чем 60 штук, просто не с каждого выпадает, тут шанс, так на глаз, наверное, процентов 80, выпадение этого предмета, мне так кажется, да что что, вот, поэтому, вот этот гринд, конечно, тупой, один из единственных, один из немногих квестов, который рассчитан на тупой гринд, круче этого квеста, только квест на сет Мирозента, если помните, там 300 монстров надо выносить, 300, и до этого, там еще будет этап, когда вам нужно будет вынести, еще, по-моему, штук 50 или 100 других монстров, в общем, бешеное количество времени нужно убить, это именно пример тупого гринда, когда у разработчиков закончилась фантазия, нужно было чем-то заполнять время, игровое, вот, наконец-то мы с вами добили, все, всех добили, господи, сколько мы их с вами сбили, ну уж, наверное, не 60 точно, то есть штук, наверное, учитывая фейлы, наверное, штук 70-80, вот, сейчас мы с вами телепортнемся, и давайте уж напоследок, мы с вами все-таки вставим нашу финальную стигму, поехали, господа, так, вернулись мы с вами под мрачное небо, интересно, я до сих пор не знаю, это не прогруженные текстуры, это небо реально такое, так, вернулись мы с вами сюда, давайте таки бафнемся, кстати, текстурки реально не прогружены, девочка у нас тут с вами, только в тельняшке, вот, вот, что называется, раздень персонажа, нижнее белье, а вот она одетая, прикольно, вот получилось, значит, просаживается у нас с вами подгрузочка текстура, она просаживается именно тогда, когда у нас отбирает время, и отбирает силу нашего жесткого диска, отбирает запись, вот, если бы мы с вами не записывались, все грузилось бы гораздо быстрее, я уже проверял, ну, в принципе, это нормально, так, сейчас мы с вами, кстати, напомню, еще раз играем на ноутбуке, на SSD, то есть, в принципе, на SSD накопитель, это максимальная скорость подгрузки текстур, которую мы с вами можем достичь, на данный момент, так, здесь мы с вами, давайте покупаем, такую важную вещь, которая называется, ай, где же он у тебя, господи, вот, одноразовое устройство очистки эфира, по-моему, а нет, инструмент для добычи нужен, инструмент для добычи эфира, где он тут, инструмент для, добычи эфира, что-то я его не нахожу, честно говоря, давайте еще раз, красная сфера, это не то, экстрактор, нет, не то, тоже не то, кого же они продаются-то, инструмент для добычи эфира, не у тебя, что ли, добыть не может, у тебя должен быть, ну ладно, давайте тогда остальных ощупаем, у кого-то по-любому должна быть эта штука, во, инструмент для добычи эфира, стоит он дофига больше, но не важно, вот, соответственно, сейчас мы с вами сможем, наконец-то, сдать этот квест, и сможем, наконец-то, друзья мои, одеть нашу финальную стигму, нашей танкующей ветки, и станем, в общем, полноценным танком, еще бы руки, только нормально, прямые, и было вообще хорошо, но, к сожалению, мы с вами с руками, у меня не срослось, вот, а, что касается, одевания в ветку, вот, выполняем мы с вами квест, получаем опыт, и открытую ячейку, не понял, а, а, ну, вот, да, все хорошо, да, вот, наконец-то, вот теперь, действительно, мы с вами открыли нашу, с вами, ячейку, и, давайте посмотрим, что действительно, это так, что у нас с вами, да, открылась последняя ячейка, для улучшенной стигмы, мы с вами можем ее, наконец-то, поставить, защита богов, скилл, напоминаю, финальный скилл, нашей защитной ветки, танкующей, который позволяет нам с вами, очень успешно, на 15 секунд, защитить нашу пачку, от 50% входящего в нее урона, отличная вещь, вот она, защита богов, я его, наверное, даже отдельно поставлю, потому что очень долго откатывается, 10 минут, но это реально крутая вещь, то есть, для танка, это финал, что он может сделать, для своей пати, причем, это не дп скилл, то есть, словно говоря, вы можете повесить защиту богов, повесить щит на кого-то, из ваших союзников, кроме того, еще повесить на себя щитни джакана, за 4000 дп, и вообще, у вас никто вашу пачку не прошибет, правда, для этого нужно, как бы, иметь все в откатах, и иметь 4000 дп, как сейчас, вот, но тем не менее, кстати, давайте его повесим, вот так выглядит щитни джакана, увешанный на нас, вот, уменьшается физ атака, но зато мы с вами не получаем урона, вот, вообще, насчет физ урона, насчет мага урона не скажу, по-моему, только от физ урона он предотвращает нас, но на 30 секунд вы неуязвимы, абсолютно неуязвимы, вас никто не пробьет, гарантирован, пока над вами вот эта штучка висит, вот, а вот, кстати, как выглядит защита богов, давайте тоже на нее посмотрим, вот так выглядит, ух ты, красиво, вот так выглядит защита богов, и на 15 секунд, 50% урона блокируется, на всех членах вашей группы, 50% урона блокируется, кроме того, повышается сопротивление оглушению, развороту, оковам, и прочим, плюшкам подобным, вот, вот такая вот стигма, откаты очень долгие, конечно, но что поделать, зато какая мощная штука, ну что ж, господа, надумаю, на этом мы с вами давайте будем заканчивать, сейчас мы с вами снимаем уже видео, я понимаю, что я вам надоел свои три подней до ужаса, тем более, что в принципе-то ролик не по иону, да, ролик это на наше с вами общение рассчитан был, но я надеюсь все-таки, что вам нравится наш летсплей, мне, по крайней мере, я всегда с нетерпением, честно говоря, жду общения с вами, вот, с огромным удовольствием стараюсь делать для вас ролики, которые будут для вас интересны, поэтому надеюсь, что мой труд не пропадает даром, и что вам действительно нравится смотреть ролики, и нравится общаться, ну пусть и не напрямую, но все-таки общаться со мной, так что, друзья, я благодарю всех за просмотр, не забывайте подписываться на канал, обязательно ставьте лайки, пишите ваши комментарии, предлагайте, может быть, другие игры, в которые стоило бы поиграть из MMORPG, естественно, вот, предлагайте ваши варианты, участвуйте в опросе, напоминаю, ссылка на опрос есть в описании к этому видео, и до новых встреч на канале Deadline.ru Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok